Сегодняшний матч, он вообще очень ожидаемый для Владивостока. Приезжает клуб из премьер-лиги. Наш Владивосток не уступит по-любому. Я считаю, что трибуны битком будут. Потому что у меня сын уже купил билеты где-то с пацанами. Я просил, он говорит, да мы уже взяли билеты, уже билеты продавали. Да, конечно. Ждали этого дня, ждали этого события. Потому что луч уже давно не играл в премьер-лигии, насколько я помню, с 2008 года. И уже в последний раз тоже в Кубке России против Крыльев Советов играли. Ну, события ждали. Да, сразу поняли, что пойдем. Нужно смотреть, нужно болеть за наших, чтобы они побеждали. Вдохновлять их еще на большие победы. Сегодня, думаю, поддержат Владивосток, команду свою будет, наверное, положительная эмоция. Лучу как бы особо терять нечего, я думаю. Поэтому здесь он должен показать все, что он умеет. Как бы умеют игроки. Я надеюсь на атакующую игру, конечно. Хотя, скорее всего, будет на контратаках построено. Мне так кажется. Но я, конечно, надеюсь на открытый футбол. Я всегда за него болею. А Рубин-то команда сильная. Ну, и луч у нас в этом сезоне не хворает. Владивосток вообще очень нас радует в этом сезоне своей игрой, голами, победами, особенно на выезде. И все болельщики, я думаю, будет сегодня ажиотаж, все болельщики придут на матч. Вообще, я думаю, то, что луч с первых минут будет атакующий футбол действовать. Так же, как и Рубин. Ну, по итогам матча, насколько я знаю, то, что составы будут у Рубина немножко ослаблен. Ввиду этого луча будут какие-то шансы сегодня навязать борьбу и, возможно, выиграть этот матч. Ну, конечно, рад, потому что как-то давно мы уже, сколько они видели, команда, например, в Лиге здесь в Владивостоке. И ажиотаж-то будет, понятно, что к нам же не каждый день приезжают ребята такие. Раз в году. Кардуниза ожидаем в гости, если приедет, хотя что-то очень большие сомнения. Честно сказать, не знаю, вот еще игра будет от того, смотря, как у состав привезут в Казанск. То есть я еще не знаю, нигде не читал, ничего мне не говорили. Как бы, ну, если хоть кто-то из основы будет, ну, я думаю, это уже будет здорово. Вот, будет интересно. Я думаю, такие игроки, как Шаронов, Кверквеля и игроки дубля, я думаю, сегодня получат шанс. То есть они не играют в премьер-лиге постоянно и в Лиге Европы. Поэтому я думаю, что шансы получать сегодня будут. Ну, скорее всего, Сергей Рыжиков в воротах будет защищать. Но, может быть, Кверквеля, Шаронов в защите будут отрабатывать по полной. Уже поэтому будет тяжелее нам. Рубин, конечно же, сильная команда. Чемпион России 9-10 года, двукратный. Команда сильная и в Лиге Европы выступает достойно. Ну, случая, конечно, у нас и вратарь сейчас, который Котлерова заменяет до огня. Неплохой вратарь. Я думаю, что он должен на ноле стоять, я так надеюсь. С полузащиты, если Кудряшов выйдет, конечно, ведет игру очень сильно. Защитники хорошие. И Корян вот сейчас поправился нападающим. Прошлую игру с Химками отлично сыграл. Может быть, он тоже результат сделает. Надеюсь, Кудряшов все-таки, как наш лучший распасовщик, будет отдавать хорошие, качественные передачи, чтобы наши игроки могли воспользоваться этим всем. Надеемся на это. Ну, из луча выделю Кондрашова. Хотя у него вес лишний, но играет он в штрафные у него отлично и стандарты. У луча кренделев. Ну, а как думаете, проявит он себя сегодня? Какие ожидания? Очень надеюсь на него. Буду наблюдать за ним всю игру. Ну, они все хорошие наши, любимые. Если луч хорошо постарается, надеемся на это, то верим, победа будет за нами. Что значит «сможет летать»? А что я сюда пришел-то? Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА